Добрый день, меня зовут Сергей, мне в настоящее время 48 лет. Я живу в курортном городе Горячий Ключ и переехал сюда 12 лет из Хабаровска. Выбирал я место жительства для того, чтобы жить среди природы, среди тишины. Ну и, конечно, есть определенные издержки в этом месте жительства, что подобных людей, как и я, программистов, не очень много. Поэтому, так сказать, перепыление или определение новых тенденций в программировании, дата в обработке данных довольно-таки сложно. Я сейчас расскажу об одном своем опыте, о том, как я определяю новое направление и определяю более перспективное направление своей деятельности. И расскажу о том, как я использую Headhunter для подобных вещей. Итак, в чем же состоит основная эта сложность? Есть программисты, которые живут в деревне. Но это очевидно отставание от рынка и от того, что до всего человек должен доходить сам. То есть у него нету тусовки, он не может спросить каких-то секретов, как делать в определенном том или в другом случае. И единственный друг и помощник это или Яндекс, или Гуголь. Происходит определенный отрыв от реальности. И потихоньку на счет себя начинает или расти само мнение, или наоборот. Это само мнение уменьшается до пределов. И ты уже не знаешь, годишься ли ты для рынка или нет. Ну и в конечном счете точно так же, как и вот это дерево, которое подточило, подточил прогресс или подточила река, падает. Что делаю я, чтобы остаться в теме? Я использую HeadHunter. hh.ru Значит, метод очень прост. Нужно написать резюме по себе. Можно не одно, а несколько резюме по тем вещам, которые или сейчас занимаетесь, или тем вещам, которые собираетесь заниматься. Не важно, какая у вас профессия или что вы хотите сделать. И рассылайте эти резюме. Резонный вопрос. А почему бы сначала не изучить тему, после чего начать проходить эти вот собеседования? Ну, на это я отвечу так, что каждый программист знает, что переучивание фактически происходит уже не раз в 5 лет, а раз в 3 года. И пока ты будешь изучать какую-то тему, которую тебе кажется востребованной, прогресс может убежать вперед. И во-вторых, что немаловажно для меня, это поиск только удаленной работы. Только удаленной работы. То есть не можешь прийти к заказчику, не можешь рассказать о себе, ты его не видишь, ты его столько слышишь. И насколько он серьезен, и насколько он сам не является шарлатан, ты судить не можешь. Итак, резюме написано. Проходишь собеседование, выполняешь задания. И дальше в определенный момент начинаешь понимать, как те самые знания или те самые работы, которые ты выполнял для заказчика, ты можешь внедрять для своих проектов. Что я, собственно, и делаю. Ну, возьму для примера ту профессиональную деятельность, которой я занимался. Это программирование. Я долгое время программировал на JS, GQuery. И вот решил написать про себя резюме. И какое откровение я получил, что это не является, как бы, вот эти знания уже, как бы, верхом совершенства. И работодателям, как правило, нужны JS-ники, и те, кто умеет на GQuery, программировать как верстальщики. То есть человек должен уже обладать навыками верстки, обладать CSS-ом, бурстрапами и так далее, всякими такими навыками. Для меня верстка и производство подобных проектов было бы отступлением назад. Ну, мне это просто-напросто неинтересно. Что я сделал дальше? Я стал изучать разные фреймворки и системы фронт-энда. К этим системам в то время относились три вещи. Это Angular, React и Vue. В конечном итоге я начал заниматься, стал изучать Vue. Я объясню по какой-то причине. У меня есть несколько проектов. Это тренинговые направленности, полуигры, полутренинги. И я выбирал такую систему, в которой бы я мог бы себе бы написать бы техническое задание и его выполнить. В конечном счете, я прослушал лекции по Angular, React и Vue и решил, что Vue это как раз то, что мне нужно. В участии в собеседованиях я получал вопросы и те требования понимал, которые требуются работодатели. Изучал эти вопросы. Ну и, соответственно, внедрял для своих проектов все вот эти вот фишки или нововведения. Ну или когда есть заказы от заказчиков, я их выполняю. Когда нету этих заказов, я работаю с собственными проектами. Вот такое дерево. Акация. Такое шипастое. Не подходите ко мне. Говорят, эти деревья очень любят козы есть. И вот они придумали защищаться подобным образом. Так подведу итоги. По крайней мере, для меня участие в HeadHunter и рассылка резюме и периодическое беседование с возможными работодателями позволяет быть на гребне. То есть понимать текущие требования работодателей и то, что востребовано рынком. А также понимать востребованность своих прошлых знаний и то, как эти знания можно употреблять для своих проектов.